Продолжение следует... ...психологические причины этого, может быть, привыкание возникло, может быть, что-то еще произошло, ну, например, допустим, недопонимание между вами какое-то там произошло, да, и мужчина вас понял, ну, неправильно. То есть он подумал, что вы, ну, определенным образом поступили, так поступили, так хотели, например. А в действительности получилось совсем по-другому, вот. Ну, то есть, по сути, недопонимание возникло. И вот это вот все нужно анализировать, понимаете? Нужно анализировать, нужно разбирать, почему такая позиция имеет место быть. Нужно разбираться, по какой причине это произошло. Понимаете, да? Нужно разбираться с этим. Нужно анализировать эти моменты. А так вот, ну, то, что вы сказали, понимаете, ну, да, проблемы есть. Я согласен. Ну, а решать их как? Вы готовы их разбирать? Тогда выбирайте себе эксперта на нашем ресурсе, да, и, собственно, начинаете работать с ним. А иначе никак. Поэтому, мы же не телебаты, мы не знаем ваши проблемы. Для нас они не ясны, понимаете? Вот. А информации для анализа вы никакой не даете. Ну, вам просто рекомендую. Ну, если вы говорите о ссорах, например, если вы говорите о ссорах, допустим, то здесь я вам могу порекомендовать пока не сступать с ним в ссор. Вообще не сступать. Понимаете, да? То есть не ссориться с ним. Совсем. То есть, когда вы ссоритесь, когда вы ссоритесь, не только он несет ответственность за это, но и вы. И вы тоже. Вы тоже ответственны. И вот за свою часть ответственности, за свою долю ответственности, вы отвечаете. Естественно. И вот нужно работать именно вам с вашей ответственностью. Понимаете, да? необходимость, чтобы вы делали именно это. Ваша собственная ответственность. Какая она, как она выглядит, что она из себя представляет, и так далее. Вот это очень важно. А вот, пожалуй, то, что я вам могу сказать. Вот, пожалуй, то же, что можно порекомендовать здесь. Пока. Исходя вот из того, что вы сказали. Исходя из того, что вы написали. Вот. Понимаю, что мало. Понимаю, что мало. Но, как бы, больше пока возможности нет. Потому что мало информации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите личку. Буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Рассмотрите вариант обязательно личной консультации. Вот, например, у меня вы можете просто написать текст, мне оплатить и соответственно я вам пришлю такой вот аудиоответ, уже приватный и где дам все рекомендации. Но вам необходимо написать текст подробно с вашей проблемой. С детализацией так сказать проблемой. Всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.